Блин, вот девочки, честно, он просто хочет, чтобы уже появился какой-то условный папик и решил все мои проблемы Придо мной сейчас сидит человек, который три месяца назад прошел через все, чего боюсь я Все случилось за год, это надо тоже понимать Да, да, ребенка достали, он дышит Кстати, на голову вечеринку я должна была пойти Но тебе важно, чтобы мужчина больше зарабатывал? И вдруг через четыре месяца Маша постит фотографию с кольцом, что она выходит замуж, но не за своего партнера, к которому все привыкли Все такие, как эта кошка, знаешь, ааа Но ты всех ошарашила? Ну, конечно, да Изменил, ударил, оскорбил Что-то у нас с тобой поцелуи превратились в дружеские объятия, может быть, мы с тобой как-то это обсудим, может быть, мы в психотерапию пойдем Ты просто собираешь вещи, они у тебя потом соленые, их нужно все стирать, потому что ты просто льешь слезы и собираешься и покуешься Мне просто хотелось, чтобы это все закончилось как можно скорее Конечно, там все пишут, о, это все из-за денег Я даже не хочу это обсуждать просто, Таня, наверное, давай скипнем этот вопрос При выборе вообще людей в свое окружение, политические взгляды являются чем-то супер важным Я вообще ни разу в жизни не поднимала эту тему Я боюсь Да, я тоже боюсь Ну вот когда ты переживаешь, действительно, такую маленькую смерть внутри Тебе все еще стыдно или... Такое личное, конечно, вау Казалось бы, мода и инфлюенсинг вообще обычно не тема моего канала Но сегодняшняя героиня мало того, что успешна, популярна, но еще за последний год супер изменила свою жизнь И это безумно интересно, потому что мы на канале любим темы женского успеха, темы отношений, а здесь все это соединилось, тем более, когда случаются резкие повороты Поэтому сегодня у меня в гостях Маша Червоткина Я супер рада, что мы случайно совершенно пересеклись в Париже Мне кажется, мне сегодня придется расчехлять какие-то тайны, накопившиеся за год Потому что я как раз давно ни с кем не беседовала и мало писала и как-то так А вот что вообще для тебя мода? То есть кто-то может посмотреть, знаешь, когда смотрим «Дьявол носит прадо», что приходит молодая Энхэтуэ и говорит «Ну мода, ну это какие-то шмотки, ну какой в этом смысл?» И тут Мэрил Стрип ей говорит, какой смысл Вот ты как бы ответила на вопрос, что для тебя мода? Мне кажется, если человек вот в контексте всего как-то актуального, действительно стоящего и так далее, то он считается стильным Также мода, наверное, это то, зачем постоянно нужно прям поспевать Потому что... Вот, это интересно В моем мировоззрении следить за трендами – это самое, я дикоизнаюсь, колхозное, что может быть Это для меня То есть я себя плохо ощущаю в трендах То есть, условно, если все покупают Хейли Биберовский чехол на телефон и все с ним фоткаются Я немножко не понимаю, как, типа, почему, если эта вещь есть у всех, почему она должна быть у меня? Это же не я, это же, ну, про других людей И это интересно, но при этом, если бы я была фэшн-инфлюенсером, у меня бы так не должно было работать Я как будто обязана следить за трендами в таком случае Ну, как будто чехол Хейли Бибер не обязательно, вот, иметь, чтобы быть модным Ну, ты вот сидишь, говоришь, а сама действительно классно одета по тренду Ну, вот верх – это то, как я всю жизнь одеваюсь, на самом деле Красивая классика, она, мне кажется, в духе миу-миу Такая нетипичная абсолютно шерстяная юбка То есть, это вроде бы классика, да, но, как бы, таких раньше не делали Почти из пальтовой ткани Да Там у тебя какой-то интересный асимметричный бант на вороте Там рукава подкатанные Это все тоже про моду и про стиль, и про самовыражение То есть, вот это какой-то мой условный код Который не то, чтобы я такая, я вот так не одеваюсь Нет, просто я как-то чувствую сама, что мне подходит, а что нет Но, возможно, я сейчас звучу, как, опять же, Энхэйтву и самого начала Когда такая стоит в голубой блузке Ей потом говорит Мэрил Стрип, да ты в голубой блузке Потому что там сейчас высирковый цвет – тренд Вот, а ты про это не знаешь Ну да, потому что даже люди, которые говорят, что они абсолютно не следят за тем, как они одеваются Например, ходят всегда в черной футболке Это же тоже какой-то код Если ты надеваешь черную футболку, может быть, ты хочешь не привлекать внимание То есть, есть какая-то цель Или, может быть, ты хочешь быть серьезным Или, может быть, ты хочешь, не знаю, чтобы к тебе сегодня там никто не приставал лишний раз То есть, у всех есть какая-то цель, когда мы надеваем те или иные вещи Согласна на 100% с тобой И это классно, когда человек понимает, про что он Потому что это, я сейчас, возможно, звучу, как будто бы мне 60, и я жуткая снобка Но мне иногда страшно, когда я встречаю людей И я вижу, что они одеты так, как в Инстаграме и в Пинтересте сейчас То есть, я понимаю, что я не вижу человека То есть, мне, чтобы его понять, я никогда не считаю это внешне Потому что он просто одет вот ровно, как просто люди с Инсты И мне вот интересно нащупать, где эта грань между тем, когда люди следят за трендами И пытаются соответствовать И мне интересно, почему так срабатывает у многих Что если это есть у всех, там, не знаю, сумка в виде сердца То, значит, она у меня тоже должна быть Мне кажется, что просто очень слепо, да, какие-то вещи покупать Это глупо Нужно нащупывать какие-то основные течения А не видеть конкретную вещь Понимаешь, о чем я То есть, в стилистике, там, не знаю, сумка сердечка в целом Как будто прикольно Или сумка необычной формы, да, там, алоя Которую все покупали Просто можно взять не алоя, а можно найти тоже какой-то необычный клатч Или необычную сумку Это просто как нужно вычленять общее из частного, наоборот Идти от обратного Например, в тренде просто вот эти вот розовые, такие вот прям балетные тапочки Ну, возьми вот такие Это тоже балетки, но, типа, чуть-чуть другие И так далее То есть, можно просто все время пытаться немножко идти против шерсти Внутри общепризнанного тренда То есть, все равно ты считаешь, что чтобы быть модным, нужно следовать тренду? Я думаю, что просто есть... Внутри каждой социальной группы есть просто свои тренды Я вообще не следила никак А потом я смотрю, что появляются постоянно какие-то там в местных брендах Там где-то в испанских и так далее Поло такие в полоску И меня это отсылает к... У меня у моего первого бойфренда были все время поло в полоску И я обожала их носить за него Мне очень нравится это тоже И я такая просто... Я смотрю на это не потому, что это миу-миу, не потому, что это модно А потому, что я на это смотрю И у меня это какие-то ассоциации вызывает То есть, желание как будто бы не повторить Потому что сейчас модно и я хочу соответствовать Вот мне кажется, вот этот условный, грубо говоря, элемент колхоза состоит в том, когда ты пытаешься соответствовать тренду, чтобы ничего не упустить Наверное, вот в этом плане А не когда ты знаешь себя Мне кажется, модно это когда ты знаешь себя Но надо для этого пробовать Все-таки это все идет через пробы и ошибки И нужно пробовать носить и в таком стиле что-то, и в другом Понимать, в чем тебе комфортно Это просто не срабатывает сразу Сегодня я поделюсь с вами секретом, сколько стоит производство одного видео Аренда локации 25 тысяч рублей Аренда техники, Вадим, сколько? 600 600 евро 60 тысяч рублей Один оператор, а у меня их два 40 тысяч рублей По 20 каждому И, конечно же, режиссер монтажа Где-то от 35 до 40 тысяч рублей за один подкаст Если это какая-то документалка, где от 10 часов материала То он может стоить и 90-100 тысяч рублей Вообще, режиссура монтажа – это мое самое любимое дело Даже я люблю это больше, чем вести программу Потому что это творческая, интересная работа Режиссер монтажа участвует во всех этапах видеопродакшена Он умеет классно монтировать, поправлять цвет, звук, выстраивать драматургию Работать вместе с режиссером И в зависимости от его или своего собственного видения Выстраивать классную сюжетную линию Вообще, этот навык нужен сегодня всем Потому что огромное количество компаний делают свои рилсы Коммерческие видеоролики Те же ваши любимые блогеры, которые собирают свои YouTube-проекты или документалки Всем нужны режиссеры монтажа В школе Bang Bang Education как раз-таки учатся те, кто потом Работает в классных компаниях креативных Делают ролики для ютуберов, работают в музыке или кино Плюсы в том, что вы обучаетесь у экспертов этой как раз видеоиндустрии И после этого, когда вы затворчитесь уже с теми, кто работает непосредственно там Найти работу гораздо проще Андрей Аниканов, например, работал с проектами от Амедиатеки и ТНТ до Нетфликса А Андрей Савельев, например, который преподает там, работает с продакшеном Topless Супер-классный канал, который мы все с удовольствием смотрим С первыми коммерческими заказами вам помогут наставники и эксперты школы Потому что вам будет проще устроиться и они смогут вам в этом помочь Обучаться моей самой любимой профессии в школе Bang Bang Education можно с моей специальной скидкой Она максимальная в 50% по промокоду Нежный Так будет сделать шаг в профессию режиссера монтажа еще проще Поэтому переходите по ссылке внизу в описании Работайте на самой крутой работе из видеопродакшена И закрепляйте за собой выгодную скидку с моим промокодом, пока она действует Ну а мы с вами возвращаемся к подкасту Сегодня женщины супермультифункциональны То есть мы делаем просто все И по работе очень много всего Если там у тебя ребенок, то ты такая Блин, мне надо его в школу отвезти То сделать это Потом надо придумать, где достать деньги на дополнительные какие-то секции То все, забрать, отвезти Параллельно ты еще озаботишься о родителях Что-то там тоже пытаешься придумать Короче, супер много забот И мы вчера такие приходим Просто каждый так постепенно приходит Вот я тоже кидаю сумку Я такая, я устала Еще одна такая, я тоже устала И одна из них, при том, что мы все очень самодостаточные, самостоятельные и так далее Она говорит Блин, вот девочки, честно Он просто хочет, чтобы уже просто вот появился какой-то условный папик И решил все мои проблемы Вот просто вот так вот на него немножко облокотиться И что он просто скажет Малышка, давай, я сейчас это Все возьму, все порешаю Всегда интересно в этот момент Я, конечно, хихикаю Но дальше у нас такое разделение часто идет Что, ну вот, допустим, там мои подруги говорят Что я вот хочу, чтобы мой мужчина всегда зарабатывал больше меня Потому что мои деньги, мои деньги Его деньги общие И я не хочу вести это все на себе У меня другой взгляд Я все время такая, блин, мне кажется, что вот мы должны жить Вот каждый, у каждого свой кошелек Потому что для меня важна свобода в отношении Чтобы я в любой момент могла встать, уйти, сказать пока Вот, я боюсь как будто бы вот этого момента Когда там у мужчины больше власти, больше денег Потому что вдруг я потом забеременею У меня не будет работы И я не смогу позволить себе уйти Потому что это все время такая абьюзивная потом начинается история Я думаю, что у нас в семье скрытый матриархат Нет, ну как бы я сама всегда хочу, чтобы мнение мужа было там последним Да, решение последним, последнее слово за ним Вот, потому что я правда считаю, что он вообще во всех вопросах умнее, чем я Разумнее, мудрее и так далее Но в то же время, если я против каких-то действий Или там за какие-то идеи Он всегда прислушается и подстроится Поэтому у нас такой гибкий формат Когда, повторюсь, такой скрытый матриархат Как будто бы если все-таки я буду против, то все будет по-моему У меня с Романом такой формат То есть он, по сути, обеспечивает нашу семью всеми, скажем, основами нашего существования Платит там за квартиру, условно, там за наши путешествия, передвижения по миру Там он может какие-то крупные траты на себя взять Типа, не знаю, необходимость какую-то технику приобрести Хотя нет, я сама себе тоже покупаю Но не в суть То есть если я попрошу, то, наверное, он как раз-таки всегда поможет Поддержит в этом смысле и так далее Но сейчас, так как мой кошелек освободился от нужды Постоянно платить за съем квартиры За покупку продуктов бесконечную Вот это все, какие-то траты просто уменьшились Я как раз-таки освободила у себя средства На покупку вещей побольше Косметики, каких-то услуг Я стала более свободна, наоборот, существовать Просто за счет того, что основные крупные траты сейчас лежат на мужа Но такого нет, чтобы он мне зарплату платил Вот эта вот какая-то рублевская жена, которая сидит в шубе дома Типа ей просто там, не знаю, на карту что-то прилетает Но такого нет Тебе важно, чтобы мужчина больше зарабатывал или нет, чем ты? Ну вообще, я как бы не могу сказать, что это самое основное Потому что я жила в другом формате отношений, там 9 лет И сейчас он просто контрастный, да, когда мужчина зарабатывает больше Но это не значит, что в прошлых отношениях это было каким-то камнем преткновения И мы там об этом только и думали То есть вообще не было такого Там был какой-то общий бюджет, очень гармонично Я не знаю, помню, что это или нет Ко мне в подкаст приходила Лиза Монеточка И мы там обсуждали тему того, что Опять же, вот сейчас я там сказала про активных женщин А там обсуждали то, что Ну опять же, не хочется вообще объединять Типа вот женщины сейчас такие, а мужчины сякие Просто мы делились тем, что вот А как у тебя? Она такая, у меня так Я такая, у меня тоже так Она такая, у всех, кого я знаю, тоже так Мы обсуждали то, что в основном все равно женщины принимают решения из-за разряда Нам надо переехать или Мы хотим пойти на свидание Или давай заведем ребенка Или еще что-то, еще что-то А давай поедем в отпуск Или, как очень смешно дополнила Лиза А давай пойдем на йогу Вот, то есть невозможно себе представить в нашем кругозоре Что такой бы сделал мужчина Было бы супер приятно И ты пришла в комментарии и написала, что Ну, девочки, я вот встретила такого активного парня И, собственно, вышла сразу же за него замуж Я на комментарии собрал какое-то колоссальное количество лайков у тебя под этим рилсом Я не помню, мне кажется, день вылазит он до сих пор Как самый пролайканный, видимо, комментарий Оставленный когда-либо Да, я была в шоке, на самом деле, когда я встретила Рому Потому что это как раз-таки такой человек-инициатива И в прошлых отношениях как раз-таки я всегда была вот таким движком Не то, чтобы там мой бывший партнер был каким-то разленившимся там и прочее Вообще нет, нисколько Но чаще я была инициатором каких-то передвижений Там сорваться в другой город Еще что-то вот у меня как будто было всегда вшило в попе И за мной нужно было как бы бежать А тут наоборот, я как бы в шоке вообще Потому что роли поменялись И наоборот, наверное, Рома такой более авантюрный И даже я сейчас, да, там три месяца после родов Думала вообще не ехать на Fashion Week Думаю, что мне это сейчас вообще Я хочу там, не знаю, вот дома сидеть Вот там только с Савочкой гулять там с коляской Рома такой Да ты чего, да все нормально Давай, все справимся Давай, надо ехать Там девчонки твои И будешь бай гулять Бай, это моя лучшая подруга Вот Будете, не знаю, с брендами опять возобновивши отношения Давай, не пропадай Типа, все хорошо Типа, справимся И вот его вот это вот стремление к тому, чтобы всю жизнь разукрасить Не стоять на месте и так далее Оно, конечно, очень на меня распространяется И у меня тоже жизнь стала активнее с этим человеком Вот И даже наша, наверное, история знакомства Она во многом определена вот этим его качеством Да Потому что первые наши какие-то встречи Они происходили в одном городе, в Санкт-Петербурге И как бы я была уверена, что мы вот что-то познакомились Там, ну, пообщались Прикольно, но, типа, никогда больше не встретимся Тем более он не бывает в Петербурге Он не оттуда И там в России-то он что-то не очень часто бывал И я была уверена, да, что это наши последние вообще какие-то диалоги В итоге я улетаю так же в Париж Там на неделю моды Проходит неделя моды На следующий день мне просто приходит сообщение от Романа Что приходи в Ливеню пить шампанское То есть он, грубо говоря, просто прилетел Будучи толком со мной как бы незнакомым Ну, так, шапошно Вот Энергетикой мы успели обменяться А как бы так Все равно это был немножко ход ва-банк То есть он что-то прилетел Потому что вот понравилось И, типа, надо получше узнать Иначе не будет другого шанса И вот мне кажется, я люблю таких людей Которые вот авантюрные И... Да Просто вот взять все, бросить и прилететь Не знаю, мне это так поразило и удивило И я с таким вообще никогда не сталкивалась Ну, и у тебя вот симпатия как бы возникла сразу Или наоборот из-за того, что такая была активность? Да, у меня первый раз в жизни не было вот любви с первого взгляда Я как бы... Не, наверное, энергетически мы как бы сошлись сразу Потому что мы оба такие вот огненные знаки И вот это очень чувствуется на самом деле Что мы на одной волне Вот нам легко вместе Мы понимаем друг друга Нам нравятся одни и те же вещи Один и тот же досуг Я не знаю, откуда у меня эта информация Но я знаю, что ты Овен, а он Лев, да? Да, да, да Ну, я в сторис, может быть, там что-нибудь Знаешь, вопрос-ответ Да, да, да Всех интересуются до знаки Зодиака Все верно, да Лев и Овен И я думаю, что энергетически мы сошлись Но там, это не мой тайп Я вообще всегда как бы про других парней была И как будто бы я просто из интереса, наверное, с ним пообщалась Я знала, что у него классный проект Ну, какой-то неплохой парень Потому что, как бы, да, повторюсь, глупец бы такой проект обалденно не выстроил И поэтому, да, я, наверное, как-то соглашалась с ним на еще встречи И мы встретились на ужин и так далее Но, повторюсь, не было какого-то там желания в омут с головой Я подумала, что сейчас я вернусь из Парижа, мы опять встретимся Вообще нет То есть я как-то так думала, что, ну, пообщались, прикольно, хороший парень Счастья ему Удачи! Но ты всех ошарашила! Ну, конечно, да Это был твой план или... Нет Нет Просто, да, все безумно, конечно, удивились Кто не знает, коротко расскажу Что, да, у Маши были долгие, как у меня сейчас тоже, отношения Это, мне кажется, редко, потому что мы с собой очень молодые Вот Девять лет Маша была в отношениях И ты много показывала, рассказывала в блоге, во влогах Вы вместе с бывшим партнером снимались И тут вдруг проходит, сколько, четыре месяца? Ну, это побольше, наверное И после последнего влога, когда вышел последний влог И вдруг через четыре месяца Маша постит фотографию с кольцом Что она выходит замуж, но не за своего партнера, к которому все привыкли И просто никто не знал, что ты уже не вместе, что у тебя уже есть новый boyfriend И ты такая, я замуж выхожу Знаешь, когда ты переживаешь какие-то тяжелые для себя моменты Действительно тяжелые, не показные тяжелые Переломные Как будто бы сложно им делиться То есть на меня как будто многие обиделись Что я якобы не уважаю свою аудиторию Что я не делюсь с ней такими моментами Ну, блин, ребят, ну вот когда ты переживаешь Действительно, а такую маленькую смерть внутри Ну, правда, тяжелые моменты Ну, разве хочется сразу же поделиться этим со всеми окружающими? Да, я поделилась с самыми близкими Они все знали об этом Я это втайне не держала Там не скрывалась и так далее Но я, может быть, не настолько публичный человек И мой блог не настолько про личное Сколько про, там, все-таки визуал какой-то, да Может быть, про моду, опять же Лайфстайл Вот, а не про нутрянку моей личной жизни Ну, видишь, все равно ты его показывала И тут все равно это же была личная история про свадьбу Поэтому тоже было сложно Поэтому и сложно Если бы, может быть, никто и не был знаком с нашей парой, да, в прошлом Может быть, мне было бы легче рассказать А тут, когда нас идеализируют как пару Когда все пишут о том, какой мы, там, пример длительных отношений И как вообще, вот, там, здорово наблюдать за вами, ребята Вы самая красивая пара в мире Ну, потом сложновато просто этим же людям говорить о том, что мы расстались Еще и, там, условно, я инициатор, там, этого расставания Я просто понимала, что жертву сделают не из меня И поэтому, наверное, я просто оттягивала момент Вот Ну, никто не хочет осуждения Конечно Но вот тогда, в моменте, наверное, я все-таки читала комментарии И вот в глубине души очень расстраивалась Конечно Потому что вроде такое радостное событие, знаешь, с одной стороны А с другой стороны столько хейта Это правда Это вот было вот именно, что было такое событие Оно было черно-белое немножко Вроде бы классно все И я очень счастлива И все идет как-то правильно, как мне кажется, да По моим ощущениям внутренним Но вот эта вот изнанка Вот с осуждением Она на самом деле, я думаю, в какой-то степени подпортила Радость от всех пережитых моментов Вот А друзья не были тоже, в свою очередь, шокированы Когда ты на свадьбу пригласила Ну, я думаю, что они были, может быть, удивлены где-то в моментах Но, как сказать Наверное, мои друзья просто знают все нюансы Да, моих, там, прошлых отношений И хотя это все равно для них удивительно Они могут проанализировать ситуацию и понять, почему То есть все равно были какие-то очевидные, там, моменты, да Между нами, там, в бывших отношениях, в прошлых отношениях И всегда было что-то, к чему можно было зацепиться Вот Друзья знают эти нюансы Поэтому, конечно же, они не были прям Не сели на стул от этой новости Вот И вообще, спасибо им большое На самом деле, меня все именно близкие поддержали И мама поддержала, и папа поддержала И сестры поддержали И тем более, когда уже познакомившись там с Романом Все поняли, что я там не сошла с ума Все нормально, реально классный чувак Всем нравится Вот Все были только счастливы Слушай, это, на самом деле, очень тоже вещь, которая многим, мне кажется, актуальна Особенно по части долгих отношений Когда действительно, там, может быть, даже в стене этой аудитории Есть друзья и семья, которые всегда тоже такие Вот, вы уже так долго вместе И это определенный груз ответственности, сто процентов Но что тебе помогло решиться на такой шаг? И все-таки расстаться? Ну, это был вообще не быстрый процесс Это же не было вот так, что я решила, и мы расстались Нет, я думаю, что это был такой эволюционный Это как свитер в полосочку Брандом E.M.U Да Вот Какие-то особенные чувства ты всегда испытываешь И будешь испытывать Никто этого не отрицает Вот Просто В моменте, наверное Постепенно, наверное, наши вот какие-то любовно-романтические отношения По классике, да Перетекали в дружеские И партнерские Классные Все супер было Мы не ссоримся Все замечательно Очень гармонично Сосуществуем Вообще как-то вот все так Как по маслу Казалось бы Вот Но в то же время Это действительно не были романтические отношения И уже давно И как будто мы бы действительно Так и продолжали бы просто строить бизнес вместе Там Там сожительствовать И не Я даже не знаю Мы в принципе уже даже вели себя Не только на публике Но и вместе Как пара Которым там по 70 лет Мы друг друга не особо интересуем Вообще Особенно в физическом смысле Самое главное просто Что я вынесла из всей этой истории И то, чему я научилась с Романом В своих текущих отношениях Нужно уметь разговаривать Вот не замалчивать Потому что Я как будто бы 9 лет А вот в этих комфортных отношениях Привыкла Не поднимать проблемы Потому что я сама по себе Не конфликтный человек И я скорее вот этот вот Избегатель конфликтов То есть я всеми способами Нивелирую какую-то ситуацию Там неприятную Там Может быть сменю тему Там на шутку что-то переведу И так далее То есть я не Сажусь вот так вот Лицом к лицу И не говорю Слушай Что-то у нас с тобой там Не знаю Поцелуи превратились В дружеские объятия Может быть мы с тобой Как-то это обсудим Может быть мы там Психотерапию пойдем И так далее Нет, такого не было Вот И я как будто боялась Поднимать эти вопросы Потому что я, да Боялась конфликтов И Мой молодой человек Как-то в отношениях Не научил меня Наверное разговаривать И А я будучи новичком Вообще В отношениях Как бы тоже Не внесла свою лепту В этом смысле Вот А тут я вот Начинаю Новый Новый роман И со мной сразу же Обсуждают Все какие-то Подноготные Все какие-то нюансы Что-то не понравилось Взяли Обсудили И так далее Это не обижает Никого Это наоборот Классно Вы сразу же Обсудили момент Вот Главное дело Уметь еще делать выводы Но вот слава богу И я гибкая И роман гибкий И мы как-то вот Если говорим друг другу Что нам что-то не понравилось Мы готовы меняться Вот это очень классно А что тебе Что тебя подтолкнуло Вылезти все равно Из-за этого комфортного кокона Что в итоге тебя сподвигло Что в итоге ты решилась Я думаю что Такое личное Конечно Вау Но Я в тот момент Не могла просто сказать Что я сжигаю все мосты И ухожу Я попросила взять паузу Это стандартный способ Который длительным При наличии длительных отношений Мне кажется Он может немножко помочь Разобраться в себе Это действительно Не столько расставания Такое окончательное На которое сложно решиться Объективно Очень сложно Сколько вот Возможность Все обдумать Попробовать пожить отдельно И не Как сказать Не созваниваться Не списываться А именно попробовать Действительно обособиться И И посмотреть Как тебе с этим будет Да По сути Наверное Я так и поступила Вот При этом Я поехала в Москву Для того чтобы Мы не пересекались Потому что у нас Общий бизнес И очевидно Что Питер Очень такой Маленький В этом смысле Я поехала в Москву И мы попробовали Пожить Как бы отдельно Мы собственно Так и не съехались Ну это Это не было Просто Это Это очень Эмоционально И даже Вот мне кажется Сейчас Да Происшествие Вроде бы Большого количества Времени Событий Это все равно Очень такая Больная тема Да Вот И А что ты чувствуешь Тебе Все еще стыдно Или Тебе Как То есть Что именно Ты чувствуешь Я не могу Сказать Что это стыд Потому что Стыдно должно быть За какие-то Да Мрачные поступки Я все-таки Хочу Чтобы Мы оба Просто были счастливы Вот Чтобы у нас Оба их Получилось Что-то Настоящее Вот Я не говорю Что у нас был Какой-то фейк Нет Это были тоже Настоящее Классные чувства Которые просто Вот мы Как будто бы Не умели Поддержать На должном уровне Что ли И не стремились К их развитию Вот Все было в такой Стагнации Очень многие годы Я думаю Что это конечно Большая ошибка Но Человек который уходит Он всегда Плохой Чувствует ответственность Плохой Для всех Для всех он плохой Вот Ну и ответственность Конечно да Ответственность за чужие чувства В первую очередь Вот это самое сложное Наверное То есть делать больно другим Особенно мне Как человеку неконфликтному Который вообще Боится кого-то Задеть Лишний раз Не знаю Заметили вы или нет Но этот выпуск Мы пишем в галерее А позади Маши Находится картина Одного из самых Знаменитых художников В мире стрит-арта Франции Жульена Маланда Более известного Как Сет Поэтому я не могу Не порекомендовать вам Изучить специальный курс От синхронизации Который так и называется О чем молчат картины Вообще На синхронизации Много курсов Но вот один из последних Которые я посмотрела Он был как раз таки На тему художников Там были уроки Про Малевича Я его обожаю Его черный квадрат Были уроки Про Фриду Поло Мы сейчас В Барселоне В Испании В общем Супер интересно И уже не как дурак Ходишь по музеям И знаешь много Интересных фактов К тому же Обучение на синхронизации Всегда не про занудство Но про В том числе Эстетику Красивую картинку И самое главное Что преподаватели Синхронизации Не душно рассказывают Всю информацию А наоборот Подают ее легко С юмором То есть это такой Энтертеймент Когда тебе Надоело смотреть сериал Или ютубчик Хочется что-то полноценное И интересное посмотреть А вообще Это конечно Идеальная формула Досуга На год вперед Потому что По подписке Вы получите не только доступ К только одному курсу Но еще и на множество других Это и про великих композиторов И сейчас там вышел курс Осторожно модерн Где можно посмотреть лекции Про Брубеля и его демона Обожаю эту картину Видела когда-то в Москве В Третьяковке Просто супер вдохновилась В общем да По одной подписке Вы получаете сразу все А самое главное По моему промокоду редактора Вы получите скидку 65% И сможете купить курс Вместе 36 тысяч И заплатить за него 12 600 Поэтому не откладывайте Свое обучение Всегда приятно проводить Время с человеком Который много знает Интересных фактов Получать интересную информацию Наполняться И уделять этому время Суперинтересно и удобно С моей скидкой Сканируйте здесь QR-код Или переходите по ссылке Внизу в описании И оформляйте свою подписку Вместе с синхронизацией Там например Пропадает Анна Виленская Всеми вами любимая Всем вам рекомендую Наполняйтесь И становитесь интересными Ну а мы продолжим Разматывать клубок Маши Червоткиной Потому что Много там интересного И много у меня Вопросиков Ну еще же ведь у женщин Ну и у мужчин Всегда Ты несешь ответ Тем более в долгих отношениях Это вообще родственник Мне всегда знаешь Это страшный сон Когда я не представляю Как люди вывозят вещи Допустим от своего родного человека Вот вы жили в этом пространстве А потом Это твой родной человек То есть мне там говорят девочки Да просто берешь Собираешь вещи и все Но это говорят девочки Которые на два года Встречались максимум с кем-то Когда ты встречаешься Десять лет Вывозить от своего родного человека Вещи Ты просто чувствуешь себя Предателем в этот момент Это очень тяжело Ну конечно Ну скорее всего Ты просто собираешь вещи Они у тебя потом соленые Их нужно все стирать Потому что ты просто Льешь слезы И собираешься И покуешься Вот Как будто бы И вопреки своим желаниям И навстречу своим желаниям Еще самое страшное Да Что мне кажется Я не знаю Тоже подтвердили Опровергни Что одно дело расставаться Это конечно ужасно звучит Ужасно правда Это ужасно звучит Одно дело все равно расставаться Когда есть какая-то Объективная причина Когда там Изменил Ударил Оскорбил А здесь когда вроде бы Все хорошо Ты права Это самое ужасное Что ты как бы Не оправдаешь ничем Свой уход Как будто Да Как будто бы Ты наоборот В комфортных Положительных отношениях Где оба партнера Вроде как развиваются Внутри Что мне кажется Как бы говорит О благоприятной обстановке Климате внутри семьи Потому что мы оба Там все равно Постепенно росли В своих каких-то сферах Вместе росли Вот Да Это сложно Объективно Ты правильно сказала Я как будто бы Возможно Даже последние там Год-два Искала причину Понимаешь Да Я понимала Что уже чего-то не то Что я чего-то не чувствую Того что должна чувствовать Но все идеально И это идеальный человек И он такой Действительно Хороший Добрый Умный Умный Все супер Там Обо мне заботиться Но вот Я как будто бы Да Вот так вот пыталась Что-то там Вот Выискивать И так ничего я не находила А чувство Вот это все равно Оставалось Что что-то не то Почему в долгих отношениях Мужчины не делают предложения Как ты думаешь Я не знаю Я не знаю Про что это Мне кажется Если бы оно было сделано Просто раньше У меня бы не было сомнений Вот Это С моей стороны уже Вот это вот Что-то такое назрело А со стороны Мужчины В длительных отношениях В моем случае Я думаю Что это просто Ну какое-то Расслабление В гиперкомфортных условиях Что ли Когда типа Ну у нас же все отлично Зачем У нас же все прекрасно И мы там вместе Уже так много И так как будто бы Как бы в браке Ничего же не поменяется Вот я думаю Это про это просто Как тебе кажется Почему Рома на контрасте Решил сделать так быстро Предложение Ну то есть Я понимаю Как бы разные бывают обстоятельства Но ведь не обязательно Живеть, жениться Но он почему-то Решил именно сделать предложение Я думаю Что мы просто оба Дело в том Что Рома тоже вышел Из очень длительных отношений Но я не буду Здесь это Как обсуждать Но это довольно частая Мне кажется История Когда ты Как будто бы Долгое время Затянешь резину Немножко Там сомневаешься А потом Как будто бы Встречаешь человека Который тебе нравится И ты уже дозрел В принципе К браку К этому моменту А вот как это происходит Ну я не знаю Просто мне всегда Это страшный сом Всегда Когда вот ты видишь Там пары В длительных отношениях Они не женятся Ничего Там не знаю Десять лет вместе Потом он Почему-то Обычно он Я не знаю Вот в твоем случае Это ты Обычно почему-то он Он Хоп И через месяц Уже находит себе Какую-то девушку Хоп И они уже Сразу же женятся И у них уже Через год появляется Ребенок И ты такой Эй В смысле Это знаешь Как эффект пинбола Когда ты зажимаешь Шифт Сливком долго А потом Как просто Отпускаешь И понеслась Да Может быть Это действительно Просто уже Зрелость Возраст конкретный Наступает Когда ты к этому готов И само Отношение к браку Чуть-чуть другое То есть Там в 23 года Объективно Я еще как-то Вообще не думала О браке Вот Там сейчас Мне 27 28 27 Кажется мне 27 Вот Я уже как бы К браку Естественно По-другому К этому времени Относилась Я уже все равно Более взрослый человек Более зрелый Более состоявшийся Я как будто бы Подсознательно Уже готова была бы Все конечно Удивляются еще тому Насколько вы раз И вот почему именно Рома Почему Ну во-первых Мне кажется Меня еще так Никто не добивался В целом И его Какое-то стремление Добиться Мои аудиенции Где-то там Впечатлить меня Удивить Наверное Такого в моей жизни Еще никогда не было Я просто Чувствовала Какой-то Неподдельный Просто интерес Со стороны мужчины Первый раз в жизни Настолько сильный Вот И второй момент Это естественно Тебя это не испугало? Я просто Такое пугаю Вот Я понимаю О чем ты Нет В контексте Наши встречи Почему-то не испугала Совершенно Это обычно чувствуется Просто Иногда Это как бы Немножко кринж Немножко По-маньячному Даже может быть Нет Сейчас такого не было Естественно Как бы Это было просто Такое живое проявление Каких-то эмоций Когда человек Не боится Вообще говорить О том Что он испытывает Вот Мне это очень Наверное Было Как сказать Мне не свойственно Это И меня это Очень привлекало В этом человеке Я думала Вау Какой он открытый А как Леша встретила Эту новость Вообще То есть Потому что Это знаешь Как ты сказал Про паузу У меня сразу же Ассоциация в голове Про Росса и Рэйчел Вот это У нас был перерыв И когда они пытались понять Окей Сейчас в перерыв Кто-то что-то может Да У нас был перерыв Поэтому я могу ходить На свидание То есть Он встретил в паузе Получается Эту новость Вы сейчас В дружеских отношениях Как он Как он вообще Справился С этим Я не знаю Не знаю Мы не общаемся Да Но это был его выбор Я его приняла Вот Потому что я Наверное Наоборот Как сказать Сейчас бы мне Наоборот Хотелось Хотя бы минимальную связь Поддерживать Просто как Родственники Да Спрашивать Как дела Помогать В случае чего Там Не важно Там финансово Или там Как-то Иначе То есть Для меня Это наверное Было бы важным Но Так как человек Принял решение Не общаться Со мной И ему Как бы Психологически Легче Полностью Обробить Контакт Там Отписаться И так далее Я это принимаю И Не пытаюсь Вмешиваться Каждый Проживает Свою боль Так как Ему Менее боль А у тебя Был страх Когда ты Ставила Все на паузу Знаешь Он тоже Очень многих Женщин Появляется Просто Причем Неважно Какого возраста Блин Вот сейчас Расстанусь Кто меня еще Так полюбит Вот буду Одна Или Какой-нибудь Придурка Встречу Конечно Конечно По сути Это и был Своего рода Риск То есть Когда ты Идешь Просто Ва-банк Ты Рискуешь Своей Своим Комфортом Там Опять же Уверенностью Стабильностью Действительно Там Близким Человеком И Просто Пробуешь Нечто Абсолютно Такое Полярное Вот Без Полной уверенности Что вообще В принципе Можно будет Вернуться еще При этом Потому что Вдруг Тебя уже Не примут А вдруг Вдруг он Выйдет Женится На комнате Резкой Когда не знаешь В общем Чем все Закончится По сути Это и есть Риск Но Я не то Чтобы прям Боялась Наверное Одной Статься Ну что Не встретишь Лучше Знаешь Лучше Не встречу Но мне казалось Что в принципе Это вполне Возможно Я это вообще Абсолютно Не исключала Вот Ну Не знаю Даже Иногда Просто нужно Прислушаться К себе Если что-то Смущает Это либо Нужно проработать Либо нужно От этого уйти Проработать мы были Не готовы И уйти Как будто бы Оказалось Все равно Проще Видимо Ну вот Единственное Знаешь Кстати Поставить на паузу Я просто сейчас Представила Если в паре Есть дети Нормально ли это Я кстати знаю Такие истории Тоже женщины Сейчас вообще В основном Мне кажется Женщины Всегда становятся Инициаторами Расставания Я тоже Заметила Опять про активность Женщины Что мы куда-то Хоть Остаться Одним Потому что Одними Потому что Имеют возможность Сами себя обеспечивать Сами развиваться Не бояться И так далее Не зависят от мужчины Получается Но в целом Больше хотят Больше хотят развиваться Из-за этого Вот я постоянно вижу И вот как раз У меня сейчас Пара моих друзей У которых Есть ребенок Лет пяти Они как раз Поставили на паузу И вот вроде бы Расстаются И она кстати Встретила бойфрена Ну вот самое главное Да это все-таки Распределить Обязанности Относительно ребенка Чтобы вот Не так как вы Да вообще Оборвать связь Да А именно Поддерживать контакт С ребенком Потому что Иногда видеться Вместе на детских мероприятиях Конечно Потому что Вы уже несете ответственность За совершенно Новую личность И я думаю Что это немножко По-другому работает Для родителей Вот Как ты возвращалась В свидание Просто получается Ты рассталась Когда тебе было Двадцать шесть Лет Двадцать пять Двадцать шесть Двадцать шесть И ты была почти десять лет То есть там шестнадцати лет Семнадцати в отношениях Ты по сути Не успела походить На свидания Что это такое С каким-то другим человеком Поцеловаться Общаться Что вообще делать На этих свиданиях Как ты встретила Этот период Как ты себя чувствовала Нервно Ненервно Или наоборот Такая Ого Это интересно Это какие-то новые Клевые впечатления Не знаю Как-то я легко Встретила этот период Но это вот опять же Просто касается Моей Моей натуры Вот Конечно там все пишут О это все из-за денег Вот она типа Продалась Все Маша уже не так Легко же так сказать Правильно Ну да Мне кажется просто Что эти процессы Чуть по-другому Да устроены Ну конечно Но мне кажется Все равно Не столько Деньги определяет мужчина Сколько его амбициозность Его реализация Его умение Добиваться Каких-то целей Если его цель Является Да Какое-то построение Бизнеса большого Или там заработка Опять же Если это цель А не творчество Условно Вот У меня Не сложились бы Отношения с мужчиной Который просто богатый И при этом У нас нет Какого-то Эмоционального Мэтча Там и так далее Я не про это Я очень про Человеческую связь Я очень про Вот такой тесный контакт Я вообще очень Люблю людей И мне вот Выбор моего партнера Он безумно важен Вообще главное Что в голове Если честно Вот Если в голове порядок То уже Остальное Это просто бонусы Вот Круто Когда у мужчины Есть деньги Комфортно Ничего не скажешь Это классно Единственное Мне кажется Что люди Немножко преувеличивают Как будто бы Какую-то Как сказать Финансовую способность В нашей семье Думают Что мы просто Теперь тут Какие-то олигархи Магнаты Ну как бы Нет Вот Я думаю Что просто все На самом деле Тебя любят Вот И просто Все очень сильно Из-за тебя Испугались Мне кажется Вот я такое Как будто бы считала Что типа Блин Там такие связи Там такое все Типа А ты вообще сможешь Потом обратно Отмотать условно Уйти Или что-то Если ты захочешь То есть вот такое Какое-то Ты видела Кто Ну такое То есть Мне кажется Все за тебя Просто испугались На самом деле Ну Все мы взрослые девочки Как будто бы Мы уже можем Сами принимать решения Ты себя чувствуешь безопасно Да Ты рассказывала Что у тебя Это еще было До беременности То что ты сталкивалась С проблемами РПП И честно говоря Когда я сейчас Твои влоги смотрю Настроение тебя ругать Ну я понимаю Просто начинается влог Где сидит Совершенно шикарно Выглядящая Маша По которой Никогда в жизни Скажешь Что мама Просто Ну просто шикарно Они говорят Что мама плохо Выглядит Потому что ты Три месяца назад Родила По тебе этого не скажешь Маша начинает Свой влог Ой извините пожалуйста Что я сейчас Сижу в кадре У меня Вот я сейчас Такое настроение Что даже со спины Видно мои щеки Принимаемая Мария Здесь максимально Потолстевшая С щеками Которые видно Со спины Ну что поделать Ты сидишь Смотришь И думаешь Ну серьезно Ну вот прям серьезно Я понимаю Что ты себя так Ну в этот момент Ощущаешь Я это не обесцениваю И просто понимаю Насколько это сложно Хотела тебя спросить Как ты работаешь Над собой В этом плане Потому что Часто вот я слышу От девочек Такие фразы Ну это прям Нельзя же так себя ругать Как будто Как ты себя Как ты с собой работаешь В этот момент Я думаю Что в случае С этим видео Про фэтшейминг Фраза была брошена Не случайно Потому что В течение беременности Люди пока гадали Там беременна Еле нет Естественно Десять тысяч раз Обсудили Там Какая она крупная И так далее Но это не Оправдываю себя В общем Это же не выдумки Какие-то Это комментарии Которые я получаю Обычно не напрямую А там Где-то кто-то Обсудил Я это увидела И я думаю Блин Ну супер Ну неприятно Чуть-чуть Вот Хотя Я довольно легко Принимала Набор веса В течение беременности Просто потому что Главное Чтобы мне кажется Мужчина Не акцентировал Вообще на этом Никакого внимания Не дергал тебе За ляжку Лишний раз И так далее Чтобы не Не фокусировал тебя На том Что ты как будто бы Полнеешь А ты скорее всего Будешь полнеть Блин Это моя самая главная боль Это знаешь Вот мы все время Сплетничаем Это вот реально Я этого никогда В жизни не говорила Публично Мы говорим Какие другие девчонки Классные И вот у нас есть Если честно Блин Пускай она нас простит Но это очень сильно важно Есть Маша Как дела? Мари Как дела? Ее влоги беременные Вот честно Ну Блин Ну Она шикарная женщина Она Очень умная Она безумно красивая И Супер И вот Они там едут В этом влоге Вместе с ее мужем И муж ей говорит Ну ты хоть тут стала ходить Вот у тебя хоть скулки тут появились А то ты там сидела И набирала вес Маша сидит и такая Ты всю неделю просто тупо сидела В комнате И набирала вес Но это было видно А сейчас наоборот Видишь у тебя Вон скулки какие Красивые Так вот Вот так вздыхает И я прям понимаю Что в этот момент Ну как бы в смысле Женщина сейчас на девятом Она там сидит Она на девятом месяце беременности Конечно она будет отекать Конечно Это супер Естественный процесс Самое ужасное Что можно сказать женщине В этот момент Ты там набирала вес Сейчас у тебя хоть скулки появились Хоть ходишь тут А не то что там сидела И ты просто такой Человек там у себя Внутри реснички Выращивает Бровки Носики А ты вообще что Это смело звучит В смысле Это правда Это ужасно Пожалуйста мужчины Ну Если вы в себе Вы так никогда в жизни Не скажете женщине Просто соберитесь Вы не можете рожать Вы не знаете что это такое И беременеть И что переживает В этот момент женщина Мы и без беременности Переживаем супершейминг Из-за пополневшести Там на 4 килограмма Поправилась Уже весь ютуб сидит И трендит Что давай Ты уже похудеешь А с беременностью Тем более Такая уязвимость И вообще Да Ну в целом Перемены во внешности Резкие Женщина Переживает Скорее всего Тоже С Ну С Некой Натяжкой Лично я Хотя говорю Да Что я довольно легко Приняла набор веса Но все равно Это не значит Что я от себя Там кайфовала Я подходила к зеркалу И такая Ну Идем дальше А что делать Типа Ну опять поправилась Ну окей Ну ладно Врач говорит Которая Наблюдала меня Там кушерка Что вот Сейчас уже там У тебя максимум набран Вот нужно попытаться Типа удержать Давай там Чтобы еще не набирать Потому что И когда ты набираешь Еще больше веса Это значит Что уже не плод Столько весит А ты просто жир набираешь И так далее То есть аккуратнее С питанием Там и так далее И как бы Вот эти все моменты Они все равно Как бы Заставляли меня Не полностью Отпускать ситуацию Потому что Даже Не полностью Ты даже Ты все равно У тебя есть в риторике Периодически Да Это правда Да Ну мы все выросли На этих дебильных Идеалах Сейчас я проще Отношусь К своему телу Все равно Я думаю И Просто раньше У меня был Такой немножко Болезненный Идеал То есть я стремилась К какой-то Абсолютной худобе Сейчас я воспринимаю Своё нормальное тело Там Если я вешу Там 55 Я как бы Вообще прекрасна с этим А раньше Для меня 55 было Это Типа что это Паблик 40 килограммов Вот оно К чему нужно идти Потому что я привыкла Быть действительно Там 47-48 килограммов Для меня это был Нормальный вес И вот эта вот Цифра 50 Для меня как будто Была устрашающая Сейчас девчонки Которые весят Там 60 плюс Они скажут Ты чё А это В общем Я сейчас так просто Не думаю Вот и всё Я действительно поработала Я думаю над собой Поняла Что здоровье Это как будто бы Нормальная мысль Конечно больше У меня ощущение Больше Я себя сколько угодно Могу порицать Я как-то С этим окей А вот Как будто бы Нести ответственность За других Для меня тоже Очень важно Сейчас Вот И я как-то так Наверное Ругаюсь на себя За некоторые брошенные Иногда вещи Именно Не из-за Своих переживаний Из-за того Что там Для других людей Это там Ещё более острая проблема Вот Ну ты поняла О чём я Ну да Я как раз хотела У тебя спросить Про дисморфию Вот есть такое термин Я всё мечтаю Про это снять выпуск То что вот Ей страдает Меган Фокс Я так понимаю Что там ещё Какие-то российские звёзды Что Когда ты вот видишь Допустим Какую-то объективно Очень красивую женщину Она потом говорит Ой да ты что Да у меня там Да у меня вообще Типа я вообще Голову не помыла И вообще Да ты что У меня тут живот И ты смотришь То есть ты с какими чувствами Я понимаю о чём речь Потому что я вот такой же была Я как будто бы Стала легче принимать комплименты Это была Наверное Как сказать Были осознанные Такие работы над собой То есть я до сих пор Была бы хотела ответить Что да ты чего Да у меня дурацкая укладка Да я под дождь попала А на самом деле Я просто Уже знаю Что это глупость Так отвечать на Каждое приятное слово Сказанное в мой адрес И я просто уже Так осознанно говорю Спасибо Мне как будто Немножко через силы На как бы спасибо Вот этот вот язык Общения с собой Знаешь Ругательный Он почему-то так у нас В привычке Ты знаешь как там То что вот Родители всегда должны сказать Да ты конечно получил Пятёрку но И вот знаешь И так же и мы Всё время с собой Почему-то общаемся Вот таким языком Как условно мы бы Подруги бы никогда Свои так не сказали А почему-то По отношению к себе Такое позволяем Спасибо моим родителям Вот этого но не было Всегда Они меня как-то поддерживали Я думаю Что это больше вызвано Каким-то общественными нормами Блогингом ранним Что с раннего возраста Я получала какую-то оценку Регулярно В общем Больше Такие вещи Я думаю Повлияли Ты рассказывала У себя в посте Что ты боялась Раньше Панически Беременности И родов Это тоже Очень сильно Релейтабл для меня И мне интересно Что вот передо мной Сейчас сидит человек Который три месяца назад Прошёл через всё Чего боюсь я И у тебя схватки Были 13 часов Ну типа довольно-таки Тяжело Всё это было И вот ты сидишь Свежая Как майская роза Всё вроде хорошо Улыбаешься И так далее Как ты столкнулась С этим страхом И как ты его прожила Мне кажется Это самое банальное Но с правильным партнёром Перестаёшь бояться Наверное Я в какой-то степени Боялась Вот такой большой ответственности Находясь в отношениях Где мы как раз-таки С партнёром Примерно Может быть На равных Чуть-чуть сложнее Короче Представить Потому что Как будто бы Чуть-чуть более страшно И финансово Чуть-чуть более страшно Как потянуть ребёнка Там Как В общем С правильным человеком Когда ты чувствуешь себя Уверенно и комфортно Как будто бы легче думать О развитии И росте Вашей семьи Вот Когда мы оба узнали Что я беременна Мы как будто бы Это восприняли Очень Лайтово Даже не могу объяснить То есть у меня было Абсолютное какое-то Ощущение спокойствия Да, мне было непривычно Да, мне было там Странновато Понятное дело Есть Ну были какие-то Такие внутренние тревоги Волнения Но Они у меня не вызвали Ни одной бессонной ночи То есть это не те тревоги Которые меня действительно Вы беспокоили Это просто такие нормальные Человеческие переживания От какого-то нормативного Кризиса От его переживания Что у меня сменяется Там роль И у Романа Сменяется роль И мы в моменте Просто вот Действительно Делаем какой-то шаг В неизвестное И новое Вот Особенно с учетом того Что у меня Это все случилось за год Это надо тоже понимать Да Да Это правда Вот Здесь мы проделали Естественно Большую работу над собой Чтобы как раз таки Наверное Не Да Не испытать Большого стресса Из-за того Что все вот так Как-то быстро происходит Друг друга очень поддерживали Вот В первую очередь Меня поддерживали В моменте Когда я уже стала Как бы Когда у меня уже Начал расти живот И так далее Вот клянусь Не было никаких Серьезных переживаний На эту тему Какое-то Видимо Ощущение комфорта Оно Перекрывает Тревогу И Как будто бы Я себя Уже 10 раз Животом видела Ну то есть Тебе не приходилось В этот момент Как-то бороться Со страхом То что Вот этот страх Который ты всегда Переживала И боялась Там беременности Роды То есть оно само Как-то Или ты все-таки Работала Я бы сказала Что в моменте Когда ты уже беременна И ты приняла Этот факт И ты как будто бы С партнером Согласовала Что вы рады И как будто Давай супер Давай растить Нашу семью Ты в этот момент Переключаешься На новые тревоги Это тревога О том Чтобы не потерять плод Потому что На самом деле Как Ксюша Дукалес Даже делала Там В своем инстаграме Такой рилс О том Что Ребят Вот вы спрашиваете Почему я там Ну сколько там 7 месяцев Да Или сколько-то Не обнародовала Там За это время Свою беременность Да потому что Мне страшно Это делать Типа Я в любую секунду Могу потерять Ребенка Или там Может что-то случится Или может быть Он будет нездоров Может быть Я не захочу Об этом сообщать Еще что-то Я ее очень понимаю То есть Я в этом смысле Тоже Тянула С анонсом Своей беременности Там до последнего месяца Ходила в оверсайзе Даже на мероприятие Умудрялась Как-то скрыть живот Это Действительно В первую очередь Потому что Ты переживаешь У тебя внутренняя тревога За каждую секунду Существования Малыша Внутри тебя Он же должен Шевелиться Условно И если ты Чувствуешь Что он Несколько часов Как будто бы Тебя ни разу Не пнул За эти Три часа Ты сразу думаешь Господи Он там в порядке Может быть Я колы попью Чтобы глюкоза Ему там Чуть-чуть вдарила И он там Подал признаки жизни И я действительно Так делала У меня Так Кока-кола Стояла В холодильнике И каждый раз Когда я Вдруг Начинала Тревожиться Что он Не знаю Как-то Замолк Я просто Принимала Что-то Такое Очень сахарное И малыш Начинал Тусить В животе И это Очень успокаивало Поэтому На уровне Гормонов Ты перестраиваешься Наоборот Не тревогу За себя А тревогу За человека Внутри тебя Я не буду Вдаваться в подробности У меня просто У малыша Была там Какая-то Небольшая патология Теперь же Не будем Об этом Разговаривать Но из-за нее Врач Посоветовала Мне Вызвать Более Преждевременные Роды Чуть-чуть На две недели Раньше, чем заданный срок Это уже выношенный малыш Все в порядке Просто Чуть-чуть Как бы Перестраховаться И лучше Родить сейчас Пораньше Вот И было Собственно Одиннадцатое июня Когда я Поехала к своему Акушеру На очередную встречу Там я делала КТГ регулярно Вот эту Кардиограмму Для того, чтобы Понимать Что там У малыша Как дела Вообще И так далее Я приехала Было 10 утра И она говорит Что ты готова Сегодня в больницу ложиться Я говорю В какую больницу Куда ложиться Она говорит Ну Рожать будем Я говорю В смысле Рожать Я сегодня Просто на осмотр Приехала Она такая Слушай Ну я бы на твоем месте Уже легла Давай Сегодня у нас По КТГ Врачи До часу Ты успеешь До часу Заселиться в палату Я говорю Господи Не знаю У меня ничего с собой нет А Рома в командировке Вообще То есть Ну тут тоже Он там был В Кисловодске Я думаю Господи Что делать И это вот Такой интересный На самом деле Этаж Женского комьюнити Потому что У каждой Была какая-то Проблема Внутриутробная Мы как бы Поддерживали Друг друга Там такие Медсестры Все классные Кроме вот Одной С которой Как раз Проходил День моего Заселения И день родов Которая Просто испортила Мне все Пребывание В этом роддоме Даже женщина Ей сложно назвать Ей такая Тетя С такой Прической Семидесятых С какими-то Бородавками То есть у нее Определение Вот ее Внешнего вида Немножко Определяло Ее Такое Поведение Представь Такой образ Не очень приятного Человека Вот она Во всех смыслах Была такая Очень тяжелая И она такая Так сейчас быстро Идешь Вот там получаешь Талон Вот туда В 211 И потом значит Мочу сюда Потом идешь Значит себе в палату Ждешь 15 минут Я тебя отправляю На КТГ на другой этаж Ты там делаешь КТГ Там получаешь результаты Затем идешь К своему врачу Лечь Она тебя уже проконсультирует Там простимулирует матку И ложишься Я говорю Аня Куда сейчас идти Да-да-да Я просто стою Ничего не понимаю Что происходит Вот Тем более Я как бы не опытная Роженица Да Я вообще Просто понятия не имею Что должно происходить Я помню Она врывается Так дверь Знаете Чуть ли не с ноги Открывается Такая Чичканова Я что Кого ждем Чего сидим В такой манере Недавно Так никто не разговаривал Стимуляция родов Проходила За три дня До того Как я родила То есть я легла Одиннадцатого числа Уже вечером Одиннадцатого числа Мне дали специальную таблетку Это как таблетка Которую как бы Принимают при абортах Она Именно как Я могу ошибиться Она как бы Расслабляет матку Или что-то в этом духе Короче Плод Может выйти С ее помощью Вот Я ее принимала Получается Два дня подряд Она не сработала Вот На третий день Мне в пять утра Поставили некий Такой баллон Вот Обойдемся Без описаний Хорошо Некий баллон Который тоже стимулирует Роды Вот Естественные роды И Я с ним Получается Просуществовала Там Где-то около Полутора часов И У меня Действительно Начались схватки Я даже Скорее Опишу Первый момент Когда ребенка Достали Я помню Очень смутная Картина Я уже в тумане Реально У меня вот эта Пуповина И надо мной Значит Образ Моего ребенка Я помню Что Первый вопрос Который я задала Я просто Крикнула Врачам Я говорю Он дышит Он жив То есть Постоянный страх был Что он там Может сдавиться Наверное Меня вот Женщины рожающие Рожавшие Поймут Потому что В момент Когда ты Ну Ты же не можешь Его вытужить Сразу же Ты его действительно Зажимаешь В родовых путях И каждый раз Было страшно Как там Ему же лицо Там не знаю Закрыло Как-то не знаю Что-то задавило Может быть там Как-то уши там погнуло Череп погнуло Не знаю Ну просто вот Самые худшие мысли Вдруг он задохнется Там Вот И поэтому Узнать что он дышит Что он кричит Что он Нормально себя чувствует Это было самое лучшее И было вообще Наплевать На свои ощущения Вот повторюсь Здесь уже инстинкт Он конечно работает Прекрасно Ты думаешь не о себе Ты думаешь в первую очередь Эти ребенки Вот А еще вот Кстати никто не предупреждает Что еще одна Одна из самых болезненных процедур Она уже после родов После да Как ты вообще О свое материнство Сейчас переживаешь Потому что Три месяца всего прошло А ты уже на фэшн виках Ты вроде счастлива И так далее Просто у меня это вообще Не мэчится с картинками Из рилс Ну я думаю Из реальной жизни Многих мам Когда Ну какие-то иногда Даже жуткие кадры Ты видишь Когда там Ребенок плачет 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 И у мамы же реально истерика Она же просто сама плачет Она уже такая Я уже не могу Я уже не вывожу Что мне делать Я вообще там Сама себе не принадлежу И так далее Как твое материнство проходит Как ты его встретила Ну Не без трудностей Просто сейчас Да У нас есть няня И это естественно Очень упрощает Мое существование Я бы наверное Никуда не выходила Если бы у меня не было няни Потому что Наши родители Находятся В других городах И как бы Такой помощи от них Практически получить невозможно Вот Но первый месяц У нас нянь не было В этот момент У меня естественно Были такие ощущения Что я немножечко Как будто бы Вообще Потеряла связь С нормальным миром Выпала из контекста Я действительно там Ходила по району Только с коляской Там только в парк Я помню У меня были такие Отросшие ногти Я просто молилась Чтобы кто-то Просто с ребенком Посидел два часа Чтобы я на маникюр сходила Потому что Ну Я уже не могла Смотреть на свои пальцы И это действительно так Ты не можешь на маникюр выйти Вот На педикюр Я помню Я сходила С ребеночком на руках Вот первые опыты Были такие То есть Выхода в мир В кафе С детем Везде с детем В общем Сложно Вот В общем я познала В принципе Всю сложность материнства Наверное в этот месяц Сейчас я просто благодарна Возможность Все равно Иметь помощников И у меня нет Вот этой вот Повышенной Повышенного ощущения Небезопасности Когда Савочка не рядом Естественно Я хочу всегда быть с ним Но Иначе я не могу Продолжать параллельную Какую-то жизнь Помимо материнской И это нормально Вот А Сава Конкретно Он меня очень радует Сам по себе Потому что Повторюсь Очень спокойный мальчик И мне кажется Что Я могу и его хвалить Конечно Но я могу и себя хвалить Потому что Я очень терпеливая И У меня нету Вот этой повышенной Повторюсь Тревожности Нервозности Если у меня ребенок плачет Я к этому отношусь Как бы Как к тому Что Дети Это единственный способ Сообщить о чем-то Это нормально Они не могут плакать И нужно не беситься Нужно Все предпринять Не расплакаться В этот момент И так далее Вот И Поэтому У меня как-то И Сава спокойно Ну нет такого Что по норал Там сутки напролет Я вместе с ним рыдала Правда Он плачет Когда он хочет есть Я его покормлю Он успокоился Он плачет Когда он хочет спать Я его укачаю Он спит И мы вместе спим Ты раньше Ты раньше хотела Больше Но как-то жить В Париже Точно так Предрасположена Бала к Европе Вот сейчас у тебя Появился сын Ты как свое будущее Видишь больше Где бы ты его Хотела больше Воспитывать В Европе Или в России Хороший вопрос На злобу дня Вот Я думаю Что мы будем Такой семьей Немножко глобальной Потому что мы все Очень непоседливые И Рома В какой-то степени Там Взросшен Вообще Там Культура Великобритании Потому что он там Получал образование Потом там И в США Он работал И у него Вот эта вот Англоязычная среда Для него вернее Является Достаточно привычной То есть он В целом Ты не против Там Какую-то часть времени Находиться за рубежом Пока что Москва Мне кажется Очень хороша Для развития Для роста Для развития В смысле И роста Моего сына Потому что Там достаточно Комфортная Мне кажется Среда В нашем районе Неплохая экология Мне ездить гулять С коляской И Пока что Вот так Нравится То есть у тебя нет Вот этого страха Знаешь Как у многих Сейчас Что Ну вроде Сын Вроде Мальчик И при этом В России То есть Как будто Для всех Наоборот Неблагоприятное Ты так Не смотришь Пока что Об этом Рано думать Именно Если мы говорим Про мобилизацию Там Какие-то такие моменты Потому что Ну все-таки Малышу еще пока что Три Три с половиной месяца И поэтому Я и называю Нас такими Глобальными Вот Посмотрим То есть неизвестно В общем Где мы окажемся Да Я хотела Звезд России Как ты видишь себя Через пять лет Но я так понимаю Что пока Обязана к локации Я всегда найду Мне кажется Возможность Развиться Вот Опять же В глобальном смысле Вот Это обязательно Наверное Переподписание Контракта С моим Лондонским агентством И как только Я окажусь На нейтральной территории Где я могу Получать посылки Комфортные Из Европы Я возобновлю Работу С иностранными брендами Затем Это Создание Вот Своего бренда Обуви Через пять лет Естественно Я вижу бренд Уже Там Более-менее С такой Линейкой Обуви Полноценной Вот И Также Я себя вижу Естественно Мамочкой Вот А может быть У меня будет Еще ребенок Мы на самом деле Не Не ограничиваем Себя как-то Не знаю Одним Одним Сыном Как получится Как захотим Как сложатся Обстоятельства Но мы как бы Не исключаем Этот момент Я вообще Ни разу В жизни не поднимала Эту тему Давай коротко Сейчас обсудим Просто вот Чтобы закрыть Потому что Не могу не спросить Тебе задали Такой вопрос Видимо Был какой-то Блиц Про то Что Не боюсь Чего бы ты Никогда не хотела Делать И ты сказала Типа Я бы никогда Не хотела Пойти на голую вечеринку Чтобы потом Не извиняться В водолазке Ты ответила Мне интересно Просто я никогда Б не хотела Эту тему Поднимать На своем канале Но Так как ты Это сказала Я такая Блин А что ты чувствуешь В этот момент Почему ты Так решила Ответить И Как будто Нет ли у тебя В этот момент Эмпатии К условной Насти Например Что так Случилось Потому что Звучит так Как будто Ее нет Как будто Ты такая Похихикала Над ней Не хотелось Создать ощущение Черного юмора На самом деле Я вообще Со всей поддержкой Конкретно К Насте Наоборот Как-то Это вызывала Ситуация Только неприятные Эмоции То что Происходила Какая-то Травля В сторону Героев Некой вечеринки Особенно Мне как Человеку Который Живет в Париже Ну Жил в Париже И много Здесь находился Мне вообще Претит Мысль о том Что Какие-то Подобные вещи Могут вызвать Бурю эмоций Осуждения Я все-таки За свободу Проявления И прочее Это на самом деле Было просто сказано На злобу дня Я не знаю Почему я так Может быть Грубовато ответила Может быть Это вообще Было немного Перефразировано Еще я уже Точно не скажу Ну да Там было что-то Что бы ты не хотела Никогда делать Я думаю Никогда не хотела Ходить на гулочек Чтобы потом Не заняться водолазки Я думаю Это просто был Наверное Такой Может быть Неудачный Способ Пошутить Вот Кстати На голову вечеринку Я должна была пойти Ну вот да То есть Там мог оказаться Вообще любой На самом деле Да Я должна была туда пойти Дело в том Что Я в тот момент Уже как раз таки Была беременная И у меня вот это Первое ощущение Себя некрасивой Какой-то Что я что-то Набрала Но еще непонятно Что я беременна То есть В смысле Живот торчит И я такая Какая мне голая вечеринка Вообще Что мне туда надеть Там Я себя как-то Неуверенно уже чувствую Я же скрываю беременность Все-таки Вот И поэтому Я как-то не пошла Поэтому Ну это просто Такая Немножко Сюр Не обращайте внимания Окей Последний Мой вопрос Вот Мне очень интересно Всегда Разбираться В разных Деятельностях И вот допустим На своем примере Скажу Что вот Я допустим Понимаю Что я делаю контент И я каждый раз такая Что полезного Я могу дать Там Я это делаю Потому что там Люди не могут Разобраться В каком-то вопросе Или я знаю Какую-то ценную информацию Или я допустим Узнаю какого-то человека Который обладает Суперценными знаниями И причем Неважно Это про искусство Про чай Вот у меня сейчас Там подкаст выйдет Еще про что-то И ты такой Ого Про это люди не знают И так далее Мне очень интересно В чем ты находишь вдохновение Потому что В чем цель твоей деятельности То есть ты говоришь Допустим Я там хочу открыть Бренд обуви Вот в чем ты находишь Этот Смысл Делиться Там с людьми Луками Допустим И так далее То есть вот Мне очень нравится Модная комьюнити Мне нравится быть частью этого Потому что Мои подруги В принципе Лучшие Все тоже занимаются модой Мне наверное нравится Возможность Заниматься Чем-то Что Все-таки несет Больше позитивные Только эмоции То есть оно какое-то такое Мода является отдушкой Для многих людей Которые занимаются Может быть Не самыми Такими простыми Да Вещами В жизни И Может быть Которые проживают Не очень простые Периоды своей жизни Просто и так далее Мне кажется Мода это то К чему всегда Можно вернуться Немножко Расслабиться Покайфовать Поиграть Почувствовать себя В какой-то новой роли Это как психотерапия Полноценная И Мне нравится Вот нести Какую-то радость И праздник Может быть Уметь Учить людей Уметь Отпустить Вот Поэкспериментировать Действительно Попробовать себя В новой роли Может быть В этом даже Есть какая-то Социальная польза Может я себя Этим успокаиваю Ну мне предстоит Просто над этим Еще подумать Но мне кажется Я на своем месте Потому что я просто Люблю то Что я делаю И поэтому Вот это вот Типичное ощущение Что ты Ты не работаешь Как бы Ты как будто бы В расслабленном Каком-то темпе Существуешь Достигаешь Каких-то Все равно Целей Постепенно Не прилагая К этому Казалось бы Больших усилий А какая вот Мода тебе Больше всего нравится То есть Допустим Я Конечно Всегда за моду Который Не знаю Какой-нибудь Том Форд Который Вдруг делает Кампейны Который Всех шокирует И он Переворачивает Игру То есть Он Так раньше Нельзя было делать Теперь так Можно Или там Гальяна Который тоже Так А вот Раньше мы так Не делали А теперь Хоп И мы так Сделаем Вот что Тебя в этом Больше всего Привлекает То есть Я как всегда За борьбу Со стереотипами Мне это просто Ну вот Мне это безумно Откликается Всегда Вот что Тебе больше всего В этой деятельности Интересно Что тебя Цепляет Мне очень интересно Всегда Каких Следующих Креативных Директоров Какой-то Крупный Модный бренд Поставит себе Там на пост Что Ждать От Не знаю Будет ли Перерождение Этого Несчастного Диор Который Всех Уже Всем там Остачертел И так далее С этой Марией Граци Кюри И так далее Вот Какие-то Такие Вот моменты Они Стали Больше Интересовать Чем Просто Визуал Вот Именно Какая-то Какая-то Эволюция Наверное Модных Домов Что В них Внутри Происходит Какой Там Климат Внутри Коллектива И так Далее Вот Поэтому Я слежу За Био Ф Бизнес Фэшн Слежу За Какими-то Модными Пабликами Которые Вот Это Все Подсвечивают Какие-то Интервью Смотрю Вот Мне Это Стало Интересовать И Конечно Я С тобой Согласна Наверное Мне кажется Что Вот Мода Она Должна Отнести Ту же Миссию Мне кажется Давать Людям Осознание Что Они Могут Делать Все Что Угодно Что Что Нужно Что Можно Одеваться Хоть Как Потому Что Есть Бренд На Любой Вкус На Любой Вкус На Любой Кошелек Как будто Постепенно Мы Все Действительно Отпустим Какие-то Комплексы И Представление О том Что Есть Норма И Будем Одеваться Так Как Нам Кажется Прикольно Классно Пойдем Есть Панон Шоколад Дашь Конц Панон Шоколад Куассан 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 Багет Вау Багет Век Амбур О май гад Все Дальше Я уже Поплыла Этот Этот Тест Был Слишком Корот Дальше